Приморские тэквондисты заняли призовые места на международном чемпионате в Корее. В течение недели в южнокорейском городе Чунчон проходили рейтинговые соревнования, которые собрали на коврах 2500 спортсменов из 63 стран мира. В составе сборной Приморского края на турнире выступили воспитанники муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока. Тэквондисты готовились к этому турниру в течение двух недель в тренировочном лагере на острове Русском. Бойцы со всего мира состязались в поединках Кируги, в техническом комплексе Пумсе, а также в разбивании твердых предметов. По итогам чемпионата серебром отметились Владислав Балабаев, Михаил Курбатов и Андрей Полянский. Бронзовые награды достались Вячеславу Андрееву и Олесе Левиной. Шахматный фестиваль «Город у моря» пройдет во Владивостоке. Традиционное и уже восьмое по счету мероприятие соберет спортсменов в концертном комплексе «Феско-холл». Там в течение четырех дней будут идти различные соревнования по быстрым шахматам и по сёге, японскому аналогу игры. Участие в баталиях примут около 200 юных игроков со всего Дальнего Востока и Москвы. Также любой желающий без спортивного разряда сможет попробовать свои силы в турнире А. К слову, призеры соревнований не только получат медали и грамоты, но и разделят общий призовой фонд в 200 тысяч рублей. Как отметили организаторы, помимо интеллектуальных сражений, всех участников фестиваля ждет и культурная программа. Лучшие бадминтонисты со всего мира вновь соберутся во Владивостоке. Уже 18 июля в Приморской столице стартует традиционный международный турнир «Рашн Оупен». Целую неделю в спорткомплексе «Олимпийц» будут соревноваться спортсмены из 20 стран, а также сильнейшие бадминтонисты России. Мероприятие проходит во Владивостоке с 2004 года. Призовой фонд турнира составляет около 50 тысяч долларов. Но, как говорят организаторы соревнований, деньги имеют куда меньшее значение, чем международный рейтинг, который можно заработать, став победителем или призером «Рашн Оупен». Напомню, что в прошлом году медали турнира распределили между собой бадминтонисты из России, Индии и Малайзии. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.